Всем привет! Я сегодня встала пораньше с Орелой Решкой, потому что почему-то телевизор у нас не работает. ОРТ, может слишком рано для нас. Сейчас буду завтракать и пойду заклимать, как у нас сегодня ночевая лоба будет. Еще надо сегодня успеть смонтировать, сходить на тренировку, приготовить кушать, в общем, очень много. А Сайбель сегодня на меня с утра наорала, что он на работу, что я окно на кухне открыла, и что он утром замерз, когда собирался на работу. Уклиматика на завтрак, творог со сметанкой и с изюмом, и с молочком, да? Че это ты тут, когда успел поцарапаться? Ночью, кажется, поцарапал сам себе. А с полным ртом нельзя разговаривать. Я и себе сделаю творог с изюмом на завтрак, потому что он очень вкусный. Это мой самый вкусный кофе. Я в последнее время пью без молока. Кофе с творогом объединим. Смотри, зверюка хочет съесть, только сначала его он поцарапает и съет на одном кусочке. А-а-а-а-а! Мы червана забывается! Мы кого... мы кого и... мы кого и голода! Это батю Пенчер, сынок А это дай нашел, папа А это Пенчер, дядь, мама А это тетил, брат большой А это тетил, папа большой Я не смелый, что ли Да, ты смелый же Я убираю Сынок, не бойся, он тебя не уберет Он колосый А что вы думаете? Я, что ли, не злой же Ты белочный лаптон, ты злой Да, я злой Вы угадали А я злой Ты мертвый Ты мертвый Я тебя съем с тела Вот так Я сейчас еще с тебя съем А, а, помогите Спасите Поверь на меня Ну что, настаешься, Горилла? А, поэт тебя, Горилла Динозавр, помогай Ты, ты поделись Мясо у тебя есть Очень аккуратно вытаскиваю. Что, она на месте? Есть, да. Я только что пришла с тренировки и кое-что с собой принесла. Я на тренировке увидела на окошке бедную несчастную стрекозу. Мне так ее стало жалко. Вообще, откуда она взялась зимой стрекоза? Я летом-то их не вижу. Знаете, когда я жила в Этерау, в моем детстве их было очень много. Но потом, когда стали комаров травить, они просто исчезли. И сейчас я первый раз увидела стрекозу. Представляете? И она живая. Знаете, такая вялая, но живая. Макросъемка. Вот она. Она будет жить на фикусе. Ух ты ж! Она еще и летает. Моя малька. Нужно будет поискать каких-нибудь комариков для нее. А может, она и сама что-нибудь найдет. Очень интересно. Она прямо жива. Я бы хотела, чтобы ей пожилось подольше. Мне, знаете, напомнило сюжет фильма «Выживший». Мы недавно видели в кинотеатре. Тот, кто видел, поймет меня. Там человек проснулся на корабле на 90 тысяч раньше, чем остальные люди. Мне кажется, что у этой стрекозы такая же судьба. Ну, пусть она хоть поживет в тепле. И да ладно тебе. Пусть мне штору закрою. И пусть она здесь за шторой живет. Около цветочка. У меня был уже опыт подобный. Я однажды нашла птенца, когда еще жила у родителей. Он упал из гнезда. Мне папа говорит, что бесполезно его класть в гнездо, потому что птица его уже не примет, потому что он выпал, потому что его люди на руки брали. Я взяла его домой к себе. Два дня он у нас жил в коробочке. Очень хорошо кушал. Такой живчик был. А потом на третий день я проснулась, а он мертвый в коробке. Мама говорит, что, скорее всего, я его перекормила. Хотя немного я его кормила. Очень странно. То есть никаких предпосылок не было. Он был живой-живой. И казалось, как будто бы даже ожил немного. А потом неожиданно умер. Очень жаль, конечно. А ну-ка, иди сюда. Когда она так делает, руками двигает и головой своей, у меня такое чувство, как будто она хочет мне что-то сказать. И привет, стрекоза. Эй, привет. Привет. Веселенька Мизи. Эй, малышка. Чем ты ее хочешь покормить? Вот этом. Ой, смотри, полетела, полетела. Здорово, да? Да. Пусть она еще летает. Сыночка, главное не повредить ей крылышки. Она тогда не сможет себе ничего поймать, покушать. Я сейчас накрасила губы новой помадой от MAC. Вторая, которая тоже яркая. Мне очень нравится. Такой суперэффект. Многие меня всегда спрашивают, что за помада, обязательно говори. Я вам не советовала бы выбирать помады, исходя из того, что вы увидели на экране. Потому что все это обманчиво. Все помады в тюбике выглядят одного цвета на губах второго, а на экране третьего. Поэтому я вам советую лучше просто ходить в магазин и выбирать вам то, что по душе. И то, что красиво смотрится на ваших губах. Например, нюдовые цвета вообще не мое. Вот я это уже поняла. Я становлюсь бледной и еще больше незаметной. И так, кстати, у меня внешность очень-очень неброская. Ну и вообще типаж такой, и образ, и стиль жизни. Я никогда не бросаюсь в глаза. На меня люди не обращают внимания, не замечают. Когда даже в институте у меня была подружка Ира. Мы с ней вместе всегда ходили рядом, сидели, дружили, общались очень близко. И особенно парни всегда обращали внимание на Иру. А меня как будто бы нет. Еще момент. По совету стилистов я насмотрелась в модный приговор. Там говорили, что если у вас отеки синяки под глазами, то ни в коем случае нельзя красить нижние ресницы. Потому что это еще больше подчеркивает отеки. Вот я сейчас не накрасила. И мне кажется, что у меня вот такие малюсенькие глаза. И еще больше подчеркиваются мои отеки и мешки под глазами. Если это не так, то это благодаря свету и камере, которая смягчает. Но на самом деле мой самый главный недостаток и то, что я изменила бы в своей внешности, это мои мешки под глазами. Я вечно с ними борюсь, мучаюсь. На ночь много жидкости не пью. Соленое не ем. Если у вас есть еще какие-то способы, подскажите мне, как избавиться от мешков под глазами. У меня грыж нет. Знаете, у многих, многим удаляет грыжи, но у меня просто скапливается там жидкость. И косметолог сказал, что у меня просто форма лица такая. Но мне с ними что-то делать всегда надо. Я делаю себе биоревитализацию. И она, кстати, мне очень хорошо помогает. Но ненадолго. Еще очень давно хотела вам рассказать про два канала моих девочек, с которыми я давно общаюсь. И на которых стоит подписаться. Я вам советую. Они снимают тоже влоги, такие семейные домашние видео. Дают очень полезные советы. Очень позитивные и хорошие девчонки. У них у обоих девочки. Оля Качанова и Анна Шейна. Я ссылочки оставлю внизу под видео. Вот такие девчонки. Обязательно подпишитесь на них. Я думаю, вам будет интересно. Бележка, он такой облиза. Он вот так вот может часами лизать и лизать. А, сын, у меня помада. Ты что? Мама, не говори. Почему? Потому что я смотрю матерей. Это мой переса, а не вас. А кто сказал, что он твой? Может быть, еще и мака твоя? Митка, нельзя, нельзя кусаться. На, на. Ах, злюка, калюка. Ну почему ты так не уверен, Гриша? Носик. Да не бойся. Поцелуй в носик. Мокренький. Ну, сына. Он хочет это облизывать. Да? Давай, один раз, вот так вот. И все. Ну, он же хороший. Ты боишься, что он тебя укусит? Нет, я боюсь. Да сам меня, да сам меня облизывает. До этого разве не стоит бояться? Он же хороший, он добрый песик, да? Вот так вот так вот так вот так. Кто самый добрый песик? А? Питка? Он не умеет его отговаривать. Ну, конечно, не может. Он только бур-бур-бур может. Он бур-бур-бур. Он бур-бур-бур. Я его так люблю. А я его люблю. Это мой маленький детеныш. Я его ни капельки не брезгую. Он, правда, мне очень-очень родной пес. Это мой детеныш. Не могу, не могу, не могу. Это мой детеныш. Нет, это мой детеныш. Это мой детеныш. А ты даже его поцеловать не можешь. Целуй. Вот видишь, не страшно совсем Он самый пес Я сейчас чуть-чуть полежала Пока он засыпал Помните, я вам сказала Про тушь Марифей Которую я новую купила Она увеличивает объем, это новинка И вы смотрите, я уже Даже снизу не помазала Я хочу взять назад все мои похвалы Так как моя любимая Это Надеюсь, что она не испортилась Я еще ее даже не открывала А вот эту я взяла на пробу И смотрите, я даже снизу не покрасила А она, надеюсь, видно Прикольно Реально на камере не видно Я вот сама себя сейчас вижу Ну короче, растекается у меня Снизу не накрасила А тут потекла тушь Ну чуть-чуть Вживую реально больше И я не знаю То ли дело в моей коже То ли в туши Самая главная Вечная проблема всех тушей Что они вот так вот растекаются у меня А еще хуже сыпятся И сначала растекаются А к концу дня еще и сыпятся Климка, проснулся Давай, подожди Сядь, сядь Носочки оденем сначала Мама, ты меня согреешь? Ты замерз? Опа Замерз мой котик? Да Мой хороший Давай тебе согрею А ты опять не уснешь, если я тебя греть буду? Не бойся Вставать уже пора А можно мне вафлю съесть? Какую? С дырочками которые? Да Лука варю Конечно Единя принеси Клим любит вот такие вафли Это хлебцы Очень вкусно Мы их пачками кушаем Вот такие ты хотел? И собаки любят тоже Вот это пиротик А может это мака? Нет, это пиротик Вот же пиротик Это мака А как ты их отличаешь? Это пиротик, а это мака А как ты их отличаешь? По морде По морде? Ну Да Садись давай Пиротик, пиротик А ну-ка перестань Бери, бери Это теперь его домик будет Да Это вас машина Да, вас Вот по такому значку ты должен определить, что это вас Что? Он передает ночью Кто? Бозонька А что ты у него просил? Я у него просил сестренку Я хочу Давай ее назовем Алия Опять что ли? Да Да ты надоел с этим непонятным именем Мы вышли погулять Про какую подружку ты рассказываешь? Про Соню А что ты ее вспомнил? А что ты ее вспомнил? Да это я так вспомнил про нее А она где живет? В Турции Разве? Да Она же в Турции живет В Турции Ты же в Турции Ты же в Турции ее встречал? Да Забыл Передай Соне привет Может она посмотрит видео Привет, Фоня. Скажи, скучаю по тебе. Как твои дела? Я скучаю по тебе. Как твои дела? И воздушный поцелуй. Молодец. Мы пришли в садик за Георгием, а его уже забрали. Думала, погуляем здесь на площадке. На улице холодно. Мы сейчас чуть-чуть поиграем и домой пойдем. Клим, ты не замерз? Нет. Костик, бабе Е. Давай, сходи, попробуй. Смогли заходить в большой домик. Клим уже не боится сам идет. Смотри, у тебя сейчас ручки намокнут, потом плакать будешь. Ну, заходи, заходи в гости. Я с тобой зайду, пойдем. Давай, заходи. Ну, давай. И что мы тут делать будем? Мерзнуть? Нет. А что? Тут кто-то семечки грыз, бессовестный, да? Да. Я буду без перелазки. Такой холод. Да. Ой, не упади, пожалуйста. Это перелазилка. У тебя ножки еще не замерзли? Нет. Надо же, у меня в зимних и в теплых носках и тоже замерзли. Смотри. Застряла. Теперь нужен тягач. Дайте его сразу. Я тягач. А-а-а. Она прям зарывается в песке. Ой. Ручки, да, замерзли сейчас? Ну, пошли к деду картошечку кушать. Пойдем? Мама, давай. Скорее. У деда с бабулей самая вкусная картошечка. С савом. Похудеешь тут с вами. Клим, пойдем картошечку кушать. Садись. Пока я готовлю супчик, ямайские персики нарезала. Клим, ты будешь персики? Да. Клим смотрит, как он был маленький. А он чего-то говорит? Нет. А ты этого не хочешь? Да, хочу. Давай ее на подоконник. Иди сюда. Мама, она боится. На этом цветочке наверняка найдется какая-нибудь мошка для нее, да? Да. Сегодня ужин с родителями. Клим, пошли кушать, сына. Знаменитый супер. Я с тебя просит. Пойдем чуть борщик со мной. Пойдешь? Давай с мамой, я его покормлю, Сань. Давай, Василий, иди спрошу. Клим Масик уже спит. Он такой милый. Не хотел спать. Он у нас вообще не очень-то засыпает один. Просит, мама, полежи со мной. Мама, ложи со мной спать. И я ему рассказала историю про динозавров. Это действительно было в мультике, не помню. По-моему, была, да, о торбозавре. Там, когда торбозавр вырос, его мама прогнала его. Прям очень сильно рычала на него, прогоняла. Это очень трогательная сцена такая. Я вспомнила этот момент, рассказала Климу. Сказала, что вот так делают животные. И когда-то тебе тоже придется привыкнуть к самостоятельности. И пора уже начинать. И он сразу уснул, мой Масик. Я ему еще сказала, давай начнем с того, что ты начнешь засыпать сам. И он больше ни слова не сказал и послушался. Мне тут пишет Виктория Скоробогатова. Катя, расскажи, пожалуйста, как-нибудь о своей семье. Кто есть кто? Маша, это ваша родная сестра? Нет, это часто, кстати, спрашивают. Маша, моя двоюродная сестра по папе. То есть у папы моего есть сестра. Это ее дочь. Кто из родителей Маргариты? Тоже ваш брат, сестра. Папа Маргариты мой родной старший брат. Мы, кстати, с ним очень похожи. Я сама в шоке. Недавно мы эксперимент ставили. То есть сайбель же у нас лысеет. И я хотела посмотреть на лысеющего сайбеля. И мы все примерили на себя лысину. Самое главное, сайбель лысый очень сильно похож на своего папу. Мой брат старший Юра сильно похож на моего дядю. Представляете, не на папу, а на дядю. А я вообще в шоке, что похожа на брата. Я всегда думала, что я на папу похожа. Оказалось так. И все это подтвердили. А папа Лизы мой тоже родной брат, но средний. Надеюсь, более-менее разъяснила. Спасибо большое, Вик, за вопрос. Всего вам самого наилучшего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok